Министерство строительства России разработало стратегию развития отрасли до 2030 года. Ключевая задача усилить роль этой сферы в экономике. В Новосибирске планируют строить не только жилье, но и школы, и детские сады, создавать комфортную среду. Елена Богатырева подробнее. Сейчас в Новосибирске на одного жителя в среднем приходится 25 квадратных метров жилья. А после 2030 года этот показатель должен составлять свыше 30 квадратов. Но станет ли это жилье более доступным по цене? С первого квартала 2018 года стоимость квадратного метра выросла порядка на 12%. То есть сейчас она составляет, если так брать, среднее рыночное 57,9 за метр квадратный. То есть это привело к тому, что у нас в любом случае пошел отток покупателей. То есть у нас и так квадратный метр для покупателей недоступен, он еще более вырос в этой цене. Сегодня строители обсудили развитие отрасли. Муниципалитет наметил в ближайшие пять лет отремонтировать и построить более 100 социальных объектов. Обеспечить школой, садом и поликлиникой каждый микрорайон. Качественные пространства создают и сами застройщики. Застройщики активно участвуют в благоустройстве не только дворов, не только самих домов, не только подъездов, да, но и в благоустройстве общественных пространств. Зона комфорта людей выходит из границ, да, из стен дома, из стен квартиры, из стен дома, из ограды двора, да, выходит на руки. Главным стимулом к росту отрасли строители называют доступность ипотеки и снижение ставки. Кроме того, важна федеральная помощь и участие в национальных проектах. Государству необходимо вернуться в жилищный сектор для того, чтобы строить жилье для людей социально незащищенных, для того, чтобы создавать институт маневренного фонда, для того, чтобы сносить жилье аварийное в больших объемах, для того, чтобы давать возможность других институтов. Тогда для нас, особенно на периферии, появится понятие госзаказа, тогда будут возвращаться и возрождаться мелкие компании, которые будут этим заниматься. Весной в Новосибирске определились семь приоритетных направлений развития – социальная сфера, спорт, культура, комфортный город, транспортная доступность, наука, инвестиционный климат. Каждая из них напрямую связана с развитием строительной отрасли. Елена Богатырева, Александр Потенихин и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok